Девушки отдыхают Вместе с которой вы провели несметное количество дней и ночей Все меньше времени уделяет вам и все чаще остается один на один С таким молодым, дерзким и перспективным явлением, как интернет Что поделать? Сама жизнь с каждым днем все активнее поталкивает вас к уходу в тень истории Заставляя уступить кому-то другому миллионы некогда преданных вам глаз Не согласные с такой участью Вы всячески пытаетесь освежить свои отношения со все еще любимой А главное, такой нужной вам аудитории Чаще всего ваши действия представляют собой весьма активные попытки Хоть какого-нибудь присутствия в интернете Но почти во всех случаях все ваши действия самим же интернетом поднимаются на смех Публично подчеркивая ваш статус, уходящий в историю сущности Конечно же, вы расстроены, обозлены и морально раздавлены Но перед тем, как начать обвинять любимую аудиторию в измене После стольких лет, проведенных вместе, сначала спросите себя А всегда ли вы ответственно подходили к вашим с ней отношениям? Что вы вообще знаете о ней? О своей аудитории? А теперь и вопрос к самой аудитории Признайтесь, вы хотя бы раз в жизни спрашивали себя Почему в тот же самый момент, когда вы, ваши друзья и друзья ваших друзей С нетерпением скачиваете с торрентов новый сезон Доктора Хаоса, Декстера и Теории Большого Взрыва Федеральные каналы все еще показывают танцы со звездами Масштаба купленного призового места на Евровидении И сериалы про ментов-дегенератов Неужели у всей России настолько дурной телевизионный вкус? Оказывается, для того, чтобы судить о телевизионных вкусах страны Руководители телеканалов решили не узнавать мнение всей страны Выводы о телевизионных вкусах граждан многомиллионной страны Делаются на основании мониторинга небольшой группы Состоящей всего из нескольких тысяч семей по всей России Вот как это работает Каждая семья, участвующая в так называемом исследовании Устанавливает специальную телевизионную приставку, именуемую PeopleMetra Это устройство отслеживает, какие именно телеканалы и передачи смотрит семья и каждый член семьи по отдельности Раз в день данные со всех PeopleMetra стекаются в единый центр Где на их основе создаются отчеты о самых популярных телевизионных программах в России Именно на эти отчеты и опираются руководители телеканалов Когда решают, что вы будете смотреть завтра А знаете, что получает та небольшая группа семей, к телевизорам которых подключены PeopleMetra? Раз в год каждой семье дарят недорогой бытовой прибор Например, микроволновку Только вдумайтесь Люди, от которых зависит, что именно будут смотреть завтра миллионы россиян Готовы целый год работать за одну лишь микроволновку Хотя ничего удивительного, учитывая тот факт, что приемные семьи для PeopleMetra в большинстве случаев подбирают из числа неблагополучных Оставили ребенка одного перед телевизором, доверили его воспитание микроволновке Мы бы и сами хотели, чтобы это была всего лишь чья-то шутка Надо ли говорить, что для чистоты эксперимента данные о семьях с PeopleMetra скрываются тщательнее многих тайн государственного масштаба? По крайней мере, так было до недавнего времени